Пойдем дальше. Как нам с этим работать? Чтобы с этим работать, нужно разобраться с окружением. Что окружает наш бизнес-процесс и нашу организацию в целом? Не всегда можно начать с этого, как мы уже сказали. Возможно, начать с другой стороны. Возможно, начать снизу, с описания конкретной деятельности конкретного специалиста, посмотреть, чем он занимается, и уже идти выше. Либо описывать сверху систему, либо сразу посмотреть на окружение. Как раз специфика работы аналитика в том, что он должен с одной стороны смотреть широко, с другой стороны фокусироваться на какие-то объекты, погружаться в детали. И вот это вот такое умение вы должны в себя сформировать. Это можно достичь различными способами, различными методиками, то есть различной тренировкой, можно так сказать. Поэтому старайтесь это делать, старайтесь смотреть, старайтесь, ну, знаете, как лупа смотрите, дальше приблизили, отдалили, горизонт смотрите. То есть вот это само искусство моделирования. Как вам это донести? Подумайте сами, как вы можете взять эту информацию, научить себя же этим пользоваться и с этим работать. Здесь вы видите пустые различные фигуры, которые могут заполняться, и вы можете получать, соответственно, окружение границей бизнес-процесса. Казалось бы, на простых схемах вы можете получить какую-то понятную картинку, от каких целей мы будем идти, где границы бизнес-процесса, что лежит непосредственно у нас в нашем бизнес-процессе, с чем мы будем заниматься, а что не входит. Вот если вы смотрели когда-нибудь доклады бизнес-аналитиков, они очень часто сразу в своих презентациях называют темы, говорят, это будет, войдет в мою презентацию, а это не войдет в мою презентацию. Об этом мы говорить не будем. Это уже докладывает отпечаток специфика работы. То же самое и здесь, потому что о чем-то мы будем говорить в моделировании, да что там выходит за рамки нашего исследования, и мы просто этого не касаемся. Вот поэтому, когда вы будете использовать свои презентации, вы можете тут же использовать этот прием для того, чтобы избежать лишних вопросов, к которым вам не хотелось бы посвящать встречу, или вы там не готовились к ним, или нет смысла обсуждать в контексте данного вопроса, который вы приготовили для вашей аудитории. Окружение бизнес-процесса, ну мы уже говорили с вами, да, основные моменты, что элементы бизнес-процесса, что это? Давайте вспомним в прошлой лекции. Вход, да, да, это может быть, например, документы, Выходы, все, что окружает, сам механизм, как это все происходит, как взаимодействует вход с выходом, как они коммуницируются, наш любимый черный ящик с системой управления кибернетической, да. То есть вы уже можете попробовать описывать свой процесс, как систему, как кибернетическую модель, соответственно, используя эти все моменты, уже используя эти технологии окружения бизнес-процесса. Здесь приведен пример дерева бизнес-процессов. То есть, в принципе, мы можем все наши процессы, например, банка, разложить, да, в плане дерева, то есть выбрать какие-то глобальные процессы, начать их делить. Я пока не говорю о классификации, есть различные варианты, мы откладываем эту тему дальше, но все равно есть смысл привести вам и показать пример, как может быть построено дерево. Один ли вариант построения деревьев такой, может быть? Наверное, много. Наверное, мы дерево можем взять за какой-то кусочек, сделать этот главный процесс, да, от него и все. Вы рисовали майндмэп. Я не взглядала это задание для тех, кто смотрел, да. Кто первый раз рисовал майндмэп? Были такие у нас? Да, понравилось вам это задание? Да, интересно. Скажи, оно по-другому немножко начинает структурировать ваши мысли. Следующим этапом, который мы еще не реализовали, но он будет, вы посмотрите на ваши работы друг друга. Мне многие славили на почту вся работа, но цель состоит не в том, чтобы мне пришло 100 писем, да, а в том, чтобы вы увидели работу друг друга и начали их комментировать. Это вот сегодняшнее наше будет следующим заданием, потому что когда вы начинаете смотреть на работу друг друга, вы открываете для себя что-то совершенно невероятно новое, потому что вы думали, что может быть только так. Вы все слушали одну лекцию мою, да? Вы все слушали одни и те же комментарии, вы смотрели презентацию одну и ту же. Вы все сделали совершенно разные работы. С чем это осуществляется? То же самое работа аналитика, да? Кто-то увидит какие-то детали, кто-то выбрал важные для себя моменты. То есть эта работа не просто так сделать красивые картинки, для того, чтобы вы сами у себя видели вот эти различия, которыми и полна работа бизнес-аналитика, она полностью наполнена ими. То же самое и при разработке деревьев. Как один из вариантов, приведен здесь, способы представления такой информации могут быть совершенно различны. Как вариант, вы видите, здесь для того, чтобы просто зализировать вам это понимание. Для того, чтобы разработать дерево процессов, ну, например, верхнего уровня, вы видите здесь такую небольшую схему. Скажите, что-нибудь она вам напоминает? То, что вы учили, наверное, менеджменты? Ну и раз, и раз. А, организация ума, структуру предприятия. Да, вы видите, если мы вспомним наш первый слайд, где была связка бизнес-процессы и организационная структура предприятия, то где-то они начинают сходиться. Всегда ли, что привычно, организационная структура или все-таки бизнес-процессы? Здесь есть некая дилемма, да? То есть мы можем организационную структуру перестраивать под новые процессы. Давайте вспомним о матричной структуре, да, о проектной организации, когда мы сразу подстраиваем в зависимости от проекта наши роли в организации и так далее. То есть от этого тоже очень многое зависит. А что будет зависеть от организационной структуры, скажите? Скорость выполнения каких-то операций, правильно? Что еще может зависеть от? В зависимости от качества, да? Результаты, потеря какой-то информации, то есть те же риски, если у нас очень много звеньев, которые должны передавать друг другу информацию, где-то она может теряться, ну и так далее. То есть вопрос выбора эффективной организационной структуры и связки с бизнес-процессами очень важен. И поэтому ему нужно уделять особое внимание. Здесь вы видите некоторую связь уже, да, наше дерево процессов, организационная структура, каким образом их можно связывать. И это будет одним из ваших заданий. То есть задание будет понимание, как построить организационную структуру вашего предприятия или проанализироваться, при этом первом делом уже существующую, посмотреть, как она вкладывается в те или иные процессы и, возможно, предложить какие-то улучшения, изменения, или хотя бы просто визуализировать то, что уже есть. Когда-то один из руководителей компании спросил мне, я бы заплатила очень большие деньги для того человека, который бы пришел на мое производство и сказал бы, что у меня не так. Я же вот работаю уже много лет, компания прибыльная, все хорошо. Я чувствую, что нет, я уже этого не вижу. Кто-то мне должен прийти, пусть это будет студент, пусть это будет специалист, который по-другому посмотрит немножко, да, то есть нужен свежий взгляд, нужно некое иное понимание. Точно так же улучшения предела нет. Мы смотрели сами систему менеджмента. Качество, да, мы смотрели, говорили о том, что можно улучшать, вчера мы говорили, да, 7 ММА, уровнях различных, это уже стандартизация различных процессов, которые есть, разные уровни иерархии, когда можно улучшать даже существующие процессы многократно. Поэтому улучшать можно много раз. Важно увидеть, где же вот это вот улучшение, где же это зерно, что же нам нужно улучшать, как это делать. Все это для того, чтобы эффективно управлять вашей организацией. Все это для того, чтобы мы получили, соответственно, ну, результат, к которому мы идем. Мы помним, какой результат мы должны получить. То, что заложено в наших целях, то, что заложено в нашей стратегии, то, что всегда еще один момент, ошибка аналитика, в чем может быть, да, ну, или специалистов команды, которые работают. Мы погрузились в бизнес-процессы, мы используем различные там нотации, мы используем различные техники, мы уже искусно моделируем все процессы, а зачем, да, а зачем? Где-то цель, мы можем потерять цель. То есть вот задача одна из основных бизнес-аналитиков не потерять эту цель. Лежать им все время в голове и понимать, а нужно ли это, поможет ли это решить те или иные задачи, которые у меня есть, как это поможет. И более того, не только самому не потерять, а еще и держать всю команду заказчика, и, соответственно, всех, кто с вами работает в вашем окружении в информационном поле. То есть давать ответы на эти вопросы. В принципе, это задача аналитика. Участники системы управления бизнес-процессом. Ну, вы увидите, могут быть даже выделены отдельные комитеты, которые следят за выполнением бизнес-процессов, разрабатывают их, улучшают, используют различные методы, как это делается, рекламентируют. Этот вопрос мы тоже вот вчера обсуждали, насколько, в каких компаниях, как это все реализовано. Соответственно, ваша задача, как аналитика, является связать различные коммуникации друг с другом, понять, как это делается. Шаблонов, стандартов быть не может. Вы можете посмотреть примеры, вы можете увидеть, как это делается. Я вам привожу некоторые примеры, но для ваших организаций, для ваших предприятий, вы постараетесь построить свои матрицы коммуникации, пусть это будут первые, да, кто с кем взаимодействован. Каким образом, какие основные моменты, в чем они связаны, да, то есть мы здесь видим орг структура, бизнес-процессы и ответственные участники. Здесь, может быть, детализация очень различная, например, не только ответственный участник, да, кто информирует, кто выполняет, то есть расширять можем эту матрицу, ну, очень-очень-очень широко, в зависимости, опять же, от задачи. Поэтому непосредственно от того, какие у вас будут задачи, вы будете строить вот матрицы коммуникации, матрицы ответственности и стараться построить ее под решение той или иной вашей задачи. Матрица бизнес-процессов. Ну, мы здесь видим, здесь описан владелец бизнес-процесса, какая-то статистика, то есть это уже некоторые варианты оформления тех работ, тех результатов, которые вы будете делать первый раз, ну, вот, для описания своих предприятий. Как вариант, можете использовать некоторые примеры отсюда, как это можно сделать, как это можно представить эти бизнес-процессы. Пока еще не умею классифицировать, пока еще не знание до иннотации методологии моделирования, как это делается, ну, по стандартам, да, пока ваша задача чисто интуитивно начать идти, начать пробовать, потому что это самый, знаете, такой сложный путь, вот, попробовать. Я говорю, мне понравился этот комментарий, когда сначала кажется невыполнимым, просто что-то невозможно, потом можно где-то посмотреть, почитать, получить больше информации, получить, соответственно, результат. Поэтому ваша задача здесь начать пробовать, описывать ваше предприятие. И только тогда вы столкнулись с такими проблемами, которые вы, ну, просто слушая лекцию, даже, возможно, не задумывались. Я думаю, что те, кто пробовал, они, наверное, уже начали сталкиваться, и для этого нам нужен наш ученый урок. Для меня он тоже очень важен, как обратная связь, но для вас он нужен, для вашего собственного понимания. Вау, вот это я вот не знал там, а здесь я это вижу, здесь я это нашел как. Вы сами будете удивляться, потому как быстро можете обучаться, как вы быстро можете достигать тех целей, которые изначально оказались, ну, скорее всего, невыполнимы, совершенно нереализуемы вот в рамках тех задач, которые мы вам поставили. Заинтересованные лица. Еще раз мы говорим о том, что в работе, в нашем процессе, в нашем моделировании у нас может быть вовлечено очень много людей, так называемых стейкхолдеров, если говорить английской терминологии. Те, кто заинтересован в выполнении этого проекта, те, кто работает в этом бизнес-процессе. То есть вы должны всех подумать, насколько они вам нужны. Нужно ли вам общество для того, чтобы реализовать бизнес-процесс ваших продаж? Какая культура? Какое окна? Ну, и то есть начинается очень много вопросов в зависимости от того, что же все-таки вы хотите сделать. Поэтому мы должны показать вам широту этих вопросов, ваша задача определиться с границами и подстроить для себя те инструменты существующие, которые есть, чтобы реализовать те задачи, те цели, которые вы для себя ставите. Связь с внешней средой. Мы спускаемся теперь, видите, от детализации, от конкретики, да, мы начинаем опять подниматься выше и смотреть на наши предприятия в целом. Сокроводательство, стандарты, информация, да, энергия, знания, финансы и так далее. То есть наши предприятия где-то находятся в срединке. Только что мы заглядывали внутрь, смотрели орг структуру, смотрели процессы, старались посмотреть детали процессов буквально до написания рабочего дня аналитика, что он делает, и тут же мы сами смотрим в целом на картинку. Постарайтесь тоже смотреть на ваши задачи как аналитика, именно в такой связи стараться понять, как это можно под различными углами зрения смотреть с разной степенью детализации. Входящие потоки. Понятно, что на вашу организацию, на ваши процессы будет много всего влиять. Что влияет косвенно, что влияет прямо, что действительно вам нужно смотреть, рассматривать, на что вы как управление сможете влиять, на что нет. Вот это как раз задача ваша тоже определить, какие же предметные области, что нужно изучать больше, что можно опустить, и что можно использовать уже существующие, возможно, накопленный опыт организации, взять уже существующие базы знаний и поработать с ней, понять, что же влияет на вашу организацию. Тем самым мы с вами приходим к некой схеме для того, чтобы стало понятно, как разбирать по частям вашей организации. То есть у нас есть системный анализ на самом верху, когда мы просто смотрим на организацию как систему. Внешнюю среду, внутреннюю среду. Первая наша работа была, да, анализ конкурентов, рассмотрение предприятия с различных сторон. Пока вы как умеете. Пока нет задачи сделать четко по стандарту, по шаблону, да. Просто попробовать посмотреть под разными углами. Дальше мы начинаем уже смотреть на структуру, на анализ. То есть как, для чего состоит, какие элементы в этой нашей организации могут быть, как они могут быть связаны. Дальше мы идем на профессиональный язык, методологии моделирования, о которых мы будем говорить в следующие четыре лекции. Ну и дальше второй модуль тоже у нас будет посвящен ряду методологии моделирования. Дальше конкретные модели, смотрите. Дальше конкретные нотации. Дальше уже, соответственно, средства технические, которым можно решать те или иные задачи. То есть мы еще, ну, только начинаем спускаться на этот уровень, да, на уровень профессионального аналитика, профессионального специалиста, ну, специалиста, который будет работать с бизнес-процессами, но уже знаем, что это есть, уже начали делать какие-то шаги к достижению наших целей моделирования бизнес-процесса. Я поздравляю вас с тем, что мы все-таки к этому идем и, надеюсь, когда-то придем очень успешно. И... Продолжение следует...